Честно говоря, я до сих пор в шоке от таких новостей. Роберт Дауни-младший возвращается в мир супергероев Marvel спустя 5 лет, но не в роли Железного Человека, с которой началась франшиза. Нет, актер вернется в роли доктора Виктора фон Дума, известного злодея из комиксов, положивших начало популярной серии фильмов. Дауни-младший появится в фильме Мстители. Судный день, выход которого запланирован, как теперь мы знаем, на май 2026 года, а также в еще одной части под названием «Мстители. Секретные войны. Годом позже». И это, честно говоря, даже непонятно, как комментировать и как на это реагировать. От главного героя вдруг теперь к главному злодею. Зачем и почему? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, по порядку о новости, которая поставила на уши просто все без преувеличения фан-сообщества Marvel. Итак, звезды, которые присоединятся к франшизе Marvel, были представлены на недавнем мероприятии Комик-кон в Сан-Диего. И вот вдруг, Роберт Дауни-младший появился на сцене, скрытый за легендарной маской Доктора Дума и зеленым плащом, прежде чем предстать перед фанатами во всей красе. Сказать, что люди были удивлены такому повороту, это не сказать ничего подобного, а еще точно не было во вселенной Marvel, да и кажется, дни в одной и другой телефраншизе. Чтобы один и тот же актер сперва играл одну знаковую роль, потом ушел на много-много лет, а потом вернулся в роли диаметрально противоположной. И все же именно это произошло с Робертом Дауни-младшим. В беседе с журналистами актер сказал, «Мне нравится играть сложных персонажей. Новая маска – та же задача», – написал он после своего возвращения. Хотя при этом, несмотря на гигантский ажиотаж, многие в сети выразили недоумение по поводу такого вот выбора Кевина Файги. Поклонники задаются вопросом, как именно будет работать эта роль. Некоторые предполагают, что Дауни сыграет вариант Доктора Дума, который на самом деле может являться злой версией Тони Старка из мультивселенной. А другие задаются вопросом, не сыграет ли Дауни просто персонажа без каких-либо связей с Железным Человеком. Третьи говорят, что Доктор Дум носит маску на лице, а это значит, что роль Дауни, как ожидается, будет в основном включать в себя озвучку и уж точно не будет отсылать к Железному Человеку. В общем, та же Гвинет Пелтроу, сыгравшая Пайпер Поттс во франшизе Железный Человек, поделилась своим удивлением под постом Дауни в Инстаграм, прокомментировав, я не понимаю, ты теперь злодей. После этого заявления в сети, кстати, быстро распространились мемы, высмеивающие Дауни младшего за то, что он немедленно вернулся в киновселенную Марвел, как только получил свой первый Оскар за фильм Open Gamer. Некоторые также выразили шутливое презрение к тому, какую же сумму денег Дауни пообещали, прежде чем он согласился принять новую роль и вернуться в Марвел, подозревая, что это была очень даже выгодная сделка. Многие в сети также раскритиковали кастинг, назвав его выбором, сделанным исключительно ради обсуждения фанатов и заявив, что они предпочли бы новое лицо, известное из звездей киновселенной. А некоторые зрители назвали подобное решение отчаянной игрой Марвел после разочаровывающих кассовых сборов таких недавних фильмов, как Капитан Марвел или Человек-муравей и так далее. По крайней мере до тех пор, пока Дэдпул и Росомаха не стали хитом в прошедшие выходные. Хотя при этом многие зрители заявили, что они просто рады возвращению Роберта Дауни младшего, независимо от той роли, которую взял на себя актер. Короче, как всегда, мнения разделились, просто на этот раз, возможно, более полярно, чем ранее. А вообще, что касается дальнейших планов, то надо сказать, что Марвел планирует выпустить еще три фильма в 2025 году, прежде чем Мстители вернутся на большие экраны в 2026. А также напомнить надо, что в 2022 году Марвел объявили, что Канг-завоеватель станет главным героем следующего фильма о Мстителях, который до переименования в Судный день назывался Династия Канг. Но в прошлом году студия разорвала отношения с актером, сыгравшим Канга Джонатаном Майджорсом, после того, как его признали виновным в нападении и преследовании своей бывшей подружки. Ну и вот теперь, вуаля, чудесное воплощение Роберта Дауни-младшего. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу, так что прямо сейчас давайте общаться в комментариях. А кому было интересно смотреть, поставьте палец вверх и обязательно поделитесь этим видосом с вашими друзьями, пусть они тоже глянут. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.